С недавних пор из кранов большинства жителей нового городка течет чистая вода. Добиться этого удалось благодаря модернизации поселкового водозаборного узла. Объект оградили, как это и полагается. Теперь необходимо завершить работы по благоустройству. У нас осталась с вами станция безжелезная. Да, в планах в этом году еще три километра канализационных сетей переложить. И поставив станцию безжелезья, мы добьемся идеальной воды. По факту на весь объем потребления. Детская площадка по программе губернатора Подмосковья появилась в новом городке меньше года назад. И уже стала излюбленным местом подрастающего поколения. И это заметно не только по количеству гуляющих тут людей, но и по потертостям на резиновом покрытии и облезшей кое-где краски. Вот это сделать, я не знаю, час работы. Установить хорошую краску, отшлифовать шкурки. Я в школе это проходил, мы делали. И красим аккуратненько, потом дадим посохнуть 2-3 часа. Тут хорошая краска, правильно? И все. Нет жалоб никаких, нет вопросов. Для того, чтобы вернуть детской площадке первоначальный вид, потребуется немного времени и денег. А самое главное – желание сделать новый городок по-настоящему комфортным для жителей. По итогам поездки составят дефектную ведомость, и все необходимые работы будут произведены. У нас проблемы с трубами, с канализацией. Управляющая компания, канализация какой дом? Вот 19, я уже взял заявление. И чистить надо, через день я хожу. Подъезды? Подъезды у нас вообще не убираются. Я 8 тысячи. Нет уборки и нет ремонта. Вопросов у жителей нового городка к руководству Никольского поселения накопилось много. В основном они связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. И хотя проблемы есть, постепенно поселок преображается. В прошлом году была благоустроена одна дворовая территория. В этом преобразятся еще две. Отремонтированы 9 подъездов. Еще столько же в работе. Вопрос жителей основной – это когда. Многие десятилетия здесь не происходило ничего. И поэтому психологически можно понять каждого здесь живущего. Что вот раз сделали двор, два сделали двор. А до моего дома не дойдет, потому что там что-то случится и так все бросится. Вот хочу внести ясность. Соответственно, рассказать всем жителям, как и в какие сроки мы с этой работой справимся. Хочу сделать серьезные замечания местной власти. О том, что эта работа не проводится с жителями, не общаются. Многие говорят, что здесь руководитель администрации вообще в глаза никто не видел. Это мы в ближайшее время серьезным образом поправим. Через пять лет новый городок преобразится полностью. За это время планируется привести в порядок все дворовые территории. Руководство Одинцовского района готово выслушать все предложения и пожелания местных жителей, связанные с благоустройством. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.